раз два три 4 5 6 оба здравствуй дорогой зритель ефим деряев из тольского майдана передает привет на фоне этого замечательного пчелоприцепа называется он балансир производит его завод магаз в ингушетии и сегодняшнее видео целиком и полностью будет посвящено данному замечательному продукту 6 метров длины 6 метров огромного удовольствия 6 метров романтики 6 метров если как-то в мед перевести я не знаю в общем 6 километров меда наверное будет мед будет надежда на то что сортовой можно будет увозить пчелками доносом ну иногда возможно будем спасаться от потрав современных реалиях такие вещи нужны каждому пчеловоду ну и что я хочу сказать вначале этого видео рученька моя пчеловодный крепнет все больше и больше всякого добра я себе на пасеку приобретаю вкладываю денежку в нее надеюсь на хорошую отдачу многие владельцы таких прицепов говорят что в принципе совсем другой уровень пчеловодства их выходит после того как они начинают пользоваться таким вещами ну о чем мы поговорим в этом видео мы посмотрим из чего состоит этот прицеп рассмотрим его определенные преимущества недостатка в принципе в настоящий момент я никаких не выявил расскажу о своем выборе что еще можно здесь обсудить некоторые моменты связанные с покупкой вот так скажем у меня на канале после этого видео выйдет видео с моим путешествием в ингушетию дело в том что покупал этот прицеп я сам ездил за ним практически за 2000 километров к дилеру вот все контакты будут в описании и все заявки и пароли вы там найдете также все будет первым закрепленным комментарии а пока давайте смотреть устройство самого прицепа в этом видео я также расскажу как приобрести данный прицеп со скидкой 5000 рублей давайте более пристально посмотрим на этот прицеп из чего он состоит в общем здесь есть колесная база на балансирной рессорной подвески есть рама есть платформа на которой располагаются ли есть цепное устройство и есть ряд небольших вспомогательных вещей таких как эти штанги давайте обо всем по порядку основной наверное самой самим стержнем этого прицепа является его рама рама сварная и стального профиля профиль очень хороший как говорят и я обратил внимание что все очень качественно сварено и очень хорошо покрашено вот он этот профиль с торца вот его очень даже хорошо видно в общем что можно сказать через весь прицеп идет двойной и уже ближе к центру есть третий ряд укрепления и на самой подвеске практически на самом на самой оси балансирной рессорной подвески есть четвертый ряд укрепления рама сделаны так понимаю по прочности с очень большим запасом я больше чем уверен что три пачки кирпича на этом прицепе можно вести смело очень и очень крепкая вещь платформа платформа также изготовлена из металлического профиля два продольных профиля идут через всю длину прицепа и несколько поперечных расстояние между поперечными очень небольшое 50 55 с половиной сантиметров довольно таки часто здесь они расположены что также добавляет прочности всей конструкции и собственно удобство для того чтобы делать на платформе настил то есть вы можете даже сделать поменьше досок положить кстати что касается настила этот настил временный на него не обращать внимание я попросил его только для того сделать чтобы мне привести вот эти улей дело в том что я уже этим прицепом воспользовался для нужд своей пасеки и прямо на обратном пути заехал в станицу родниковской и купил себе 37 комплектов пенауликов вот об этом может быть как-то подробнее я остановлюсь в других своих видео но могу уже сказать что прицеп неопределенную службу сослужил и это очень приятно вот теперь наверное самое основное и что легло в названии этого прицепа это балансирный рессорной подвеска вот этот узел здесь все все идеально и просто наверное так надо сказать в общем есть шарнир который крепится через стремянку к рессоре рессор довольно таки мощная наподобие газельской наверное может быть даже на пару листов ну как минимум на один лист здесь больше вот ну и по краям рессоры без всяких серьг без всякого подвижного шарнира крепится через две торсионные балки все связано между собой цельный такой монолитный хороший узел и при этом он подвижен как и на шарнире балансирной подвески так и относительно друг друга он весь работает на скручивание примерно покажу как это работает ну в общем вот с данным прицепом я уже проехал примерно 2000 километров ну на обратной дороге вот и поначалу мне казалось глядя на этот размер что прицеп будет реально управлять машиной они машины прицепом но вышло то как раз таки все наоборот по ходу движения в принципе мы ехали по дорогам общего пользования но тем не менее мы ехали там где-то на скорости где-то 80 где-то даже 90 пару раз пару раз я был вынужден делать острые маневры при этом прицеп полностью послушно шел за машиной и никаких возвратных моментов никакого расколбаса никакого воблинга ничего не было то есть прицеп шел как вкопанный за машиной все было предсказуемо прогнозируем и идеально в общем на дороге он себя зарекомендовал настоящий момент самой лучшей стороны но я думаю что по пересеченной местности тоже мне придется на нем поездить это уж смотрите моих каких-нибудь будущих видео следующем году посмотрим обсудим покажем но с учетом такой энергоемкости подвески я больше чем уверен что проехать на нем по кирпичу по какому-нибудь столбику пасынку даже не заметишь в общем здесь в этом плане очень большой запас хода у колес и энергоемкость подвески очень высока за счет того что именно рессорный здесь узел наверное обратили внимание на эти штанги многие уже наверное догадались для чего не нужно в общем как только мы приехали на качевку остановились на выбранном месте опустили их на землю и зафиксировали зафиксировать их можно в любом положении и при этом можно даже немножко прицепт подневолить подневолить и сделать так чтобы он стоял строго по уровню например вот сейчас у нас здесь он стоит по уровню но предположим что нам надо вот этот край поднять сантиметров на 30 для того чтобы он стоял по уровню поднимаем и фиксируем я показал на одной штанге на самом деле на все делать как бы в совокупности вот так вроде просто а очень функционально так ну и вот подкатное колесо в общем в нем есть функции домкрата можно поднимать и опускать то есть перед тем как сцепное устройство зацепить фаркопом мы поднимаем этот домкрат подъезжаем и плавно опускаем его на фаркоп застегиваю все страховочные тросы цепляем электрику и вперед в общем да что касается электрики весь провод уложен внутри рамы задеть его нигде никак нельзя никакими не ветками не прутьями никакими прочими другими неудобствами вся светотехника здесь светодиодные вот и она потребляет очень маленький ток если у вас например не установлен блок согласования на проводке фаркопа то вы смело можете не боясь использовать этот прицеп и никаких перегораний предохранителей либо каких-то дополнительных нагрузок на проводку не будет это точно лично мне больше нравится лампа накаливания но я не против этого днем я больше чем уверен светосилы вот этих всех приборов иногда может быть недостаточно когда например едущий за вами транспорт ослеплен солнечным светом не всегда может быть все заметно для сзади едущего водителя но надо сказать что основное перемещение на данных прицепах осуществляется в темное время суток поэтому все здесь в принципе вполне отлично да кстати вот еще я его уже зарегистрировал в горе поставил на учет что собственно в том числе подтверждает легитимность сделки которую я совершил покупая данный прицеп идентифицируется прицеп вот таким шильдиком и еще номер продублирован передней части рамы давайте теперь обсудим некоторые тонкости связанные с покупкой данного прицепа опять же скажу может я уже говорил об этом прицеп я этот приобрел по рекомендации есть у меня старшие товарищи пчеловоды со стажем они сказали бери не думай ни о чем не пожалеешь я так и сделал собственно я свой выбор делегировал тем людям которые уже много прошли на данном прицепе и можно сказать мне не пришлось мучиться в выборе выборы был сделан самого начала вот я поехал его приобретать сам лично то есть был вариант доставки но мне было интересно посмотреть на юг страны на кавказ на людей с которыми я познакомился в общем то и поехал я не один вместе с супругой вы классно провели время у нас такое получилось небольшое путешествие вырвались мы из своей среды и немного попутешествовали что очень приятно но особо приятно было знакомство с адамом и его командой эти ребята в общем то очень доброжелательные очень гостеприимные должен вам сказать мы не меньше четырех часов обедали пили чай и разговаривали на разные пчеловодные темы в целом вся поездка у меня оставила только положительные эмоции и много всяких хороших впечатлений от вид за окном от общения с людьми ну и в целом в общем радостно иногда потратить денежку на что-то хорошее в общем то из этой поездки я себе приобрел прицеп и целый прицеп еще ульев так друзья самое интересное это наверное все таки вопрос цены но здесь я должен оговорочку сделать дело в том что я приобрел этот прицеп с предварительным платежом который я сделал еще весной и купил прицеп по цене актуальный на весну 2023 года сейчас я больше чем уверен что уже цены совсем другие сами видите что происходит в принципе с ценами всюду и везде вот но эта опция возможна для всех вы можете также зафиксировать цену заранее оплатив часть стоимости прицепа и таким образом уже как бы не терять в деньгах а спокойненько копить до оставшуюся сумму и приобретать по уже зафиксированной цене данный прицеп вот там есть какая система рассрочки но я в эти подробности не вдавался я предпочитаю жить по средствам то есть если у меня есть возможность я приобретаю нет возможности значит это не мое теперь что касается скидки она доступна для всех для того чтобы ее получить достаточно назвать мое имя и фамилию то есть ефим деряев и вы гарантированно получите скидку в 5000 рублей так ну и немножечко все-таки было негатива во всей этой поездке сейчас мне это дело вспомнилось и наверное на этом все-таки нужно акцентировать внимание и негатив это связан с гаи с государственной инспекцией безопасности дорожного движения в общем-то пару раз меня останавливали и качали права или как-то предъявляли то что должна все-таки быть категории е при эксплуатации данного прицепа потому что он там кто-то говорит двухосный четырехосный там еще что-то не приплетали ну законе там есть определенные моменты юридические факты исходя из которых именно данный прицеп именно такой грузоподъемности можно буксировать на автомобиле категории б не имея категории е в общем то я отбился от всех этих инспекторов но садочек все равно остался пиксель иди сюда брат идем покажем у тебя нашему зрителю вот он попался это наш код пиксель ему три года он уже старый волк весь с разбитым носом они дерутся за территорию за место под солнцем сердце не стучится сильно переволновался наверное не любит он камеру плотники такой хорошенький ну иди дыма ладно друганах она это мы наверное закончим да и стемнело боль ничего не поснимаешь если что-то придется к этому видео добавить будут по скрипту мы я еще пока все это не сложил а как сложу так и покажу ну что друзья я не исключал что будут по скрипту мы сегодня уже следующий день мне все-таки хочется показать как этот прицеп ставится к автомобилю при всей своей громоздкости он достаточно легкий и покладистый понятно что прицеп с ульями так не подвигаешь но здесь можно было бы воспользоваться помощью своего товарища который бы подсказал как подъехать поближе а так вот опускаем подкатной домкрат перед тем как начать транспортировку нужно полностью до верха поднять колесо она своим вот этой вот со своей поводкой должно зайти в пазы и резьбой его запирает резьба туго поджимается и колесо уже никуда не влево не вправо и на отворот не будет срабатывать потому что резьба держит и даже при вибрациях исключено ее отворачивание колесо поднимаем до отказа вверх и фиксируем все фиксирующие устройства здесь однотипные ни к чему привыкать не надо проверяем штанги все затянуто цепляем электрику ну и соответственно страховочную серьгу пару метров проедем а то можете побольше соответственно отцепляем все в обратной последовательности электрику сбросили колесо ставим опа и начинаем домкратить как только натяг появился открываем фиксатор сцепного устройства ну и все развод состоялся как вы поняли это уже следующий день погода изменилась стало прохладно я уже немножко другой даже одежде но завершить я ролик чем хотел если у вас есть желание развивать вашу пасеку и вы не знаете что вам делать вкладывайтесь в инвентарь пчел вы всегда разведете вкладывайтесь на мой канал